В всех образовательных учреждениях Клинского района прошла акция по сбору подарков для детей из Донецкой и Луганской областей. Всего за несколько дней школьники принесли столько игрушек и елочных украшений, что они не могли уместиться в две грузовые машины. Ведь клинские школьники знают о ситуации Украины не только из новостей. Особое значение сегодня имеет тема мира и войны. И дети, которые к нам приехали в район, дети, которые учатся в наших организациях образовательных, это дети, реально видевшие войну и рассказывающие об этом. Поэтому наши ученики, жители Клинского района, они очень серьезно и очень, я бы сказала, трогательно относятся и к самим детям, которые находятся сейчас на территории Клинского муниципального района. И, конечно, с удовольствием откликнулись на тот призыв. Сегодня в Клинском подворье 12 месяцев торжественно передали представителю отдела по правам детей Московской области все собранные подарки. Елка светит всем. Нам в школе объявили. Забрать подарки для друзей все школьники решили. Пусть будет Новый год в Донбассе и Луганске. И радость в каждый дом придет. Подарят детям сказку. В нашем городе в новогоднюю сказку можно попасть в любое время года в Клинском подворье, которое также приняло участие в этой благотворительной акции. Это то место, где рождается елочная игрушка. Мы непременно передаем наборы игрушек, елочные игрушки именно нашей фабрике. Акция уже закончилась, но клинские школьники до сих пор продолжают приносить подарки для детей из Донецкой и Луганской областей. Те ребята и преподаватели, которые уже принесли игрушки и елочные украшения, могут быть уверены, что частичка праздника придет в дома тех, чья мирная жизнь была нарушена боевыми действиями. Все, что собрано, мы сегодня обязательно передадим. Первым же гуманитарным конвоем это пойдет в Донбасс. Мы хотели бы, чтобы все игрушки, которые собраны на территории района, лебятишками, воспитателями, педагогами, родителями, попали бы в семьи, попали бы детям Донбасса, чтобы вот каждая игрушечка принесла бы ребенку счастье. Продолжение следует...